Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 30 лет, отношения с молодым человеком, ему 31 год, длятся 2 года. Мне хочется чего-то более серьезного. Следующий этап. Он не предлагает даже жить вместе. Говорит, что ему это не нужно, ему так комфортно, ближайшие несколько лет точно не видит себя с мемином. Совместное проживание, свадьба, дети, это ему не интересно. При этом отношения у нас прекрасны, мы обожаем проводить время вместе. В тусовке с друзьями он, скорее всего, предпочтет мою компанию, он очень добрый и действительно хорошо ко мне относится. Недавно у нас произошел разговор на волнующую меня тему, услышав его планы на ближайшие годы, я ушла, мы расстались. Прошло 2 недели он не позвонил и не написал мне, хотя раньше мы не могли дня прожить без связи, даже если поздорово. Сейчас мне очень больно и обидно, что так все закончилось, хотела бы услышать мнение со стороны. Ольга, смотрите, какая штука. Первое, на что хочу обратить ваше внимание, это на то, что вы пытались и пытаетесь до сих пор, и как бы об этом вам больно и обидно, поменять человек. Вы пытаетесь поменять его, в том смысле, что как бы, ну вот, поговорив, да, поговорив и озвучив ему, вот, то, что вам нужно, вы рассчитывали очевидно на то, что человек, ну, так скажем, пойдет вам навстречу. Вы очевидно рассчитывали на то, что он все-таки сделает вам предложение, и очевидно вы рассчитывали на то, что он все-таки вот вам напишет и скажет, да, давай, сделаем так, как ты хочешь. И на мой взгляд, на мой взгляд, Ваше желание поменять человека является здесь самым важным, для того, чтобы увидеть непосредственно вашу, как мне кажется, проблему. Вот. Почему это важно, да? Потому что в этом контексте, в этом контексте, на мой взгляд, крайне важно, чтобы вы увидели, постарались увидеть, как бы, чего хотите вы. В каком смысле? В смысле того, что вот, вам хочется чего-то серьезного, да? Из какого чувства? Вам хочется чего-то серьезного. Почему? Вы чувствуете себя незащищенной. Вы, может быть, плохо переносите неопределенность. Может быть, вы не уверены в себе. И так далее. Или, вам хочется чего-то серьезного, потому что вы считаете, что, как бы, ну, пора в 30 лет уже пора создавать семью. Да? К примеру. Отличие первого от второго, на мой взгляд, заключается в том, что в первом случае вы, как раз таки, испытываете обиду. Вы, как раз таки, испытываете, эээ, боль. Потому что вы, по сути, ну, потеряли вот то, что вам нужно. Вы, по сути, потеряли возможность получить то, что вам нужно. И, ожидая, что человек, как бы, вот, будет вести себя по-другому, вы чувствуете, ну, боль. Вот. Понимаете, да? Какая, какая штука? Здесь. И, на мой взгляд, вам бы в этом направлении подумать, я к человеку как относилась, я к мужчине как относилась? Ведь, если вы выбираете, эээ, ну, вот, эээ, то, что выбираете, да? Если вы выбираете то, что выбираете, если вы выбираете, там, семью, например, то вы же, как бы, за это и несете ответственность. Вы отвечаете за свой выбор, вы отвечаете за свой поступок, за свои поступки. и если, эээ, как бы, человек, эээ, сказал вам, что, ему не интересна семья, если человек сказал вам, что он не хочет быть пока семьянином, то зачем ему вам писать? Если вы понимаете, что не может дать вам того, что вы хотите. Если вы понимаете, что не может, эээ, от, ну, как бы, не отвечает вашим интересам, вот, понимаете, какая история. То есть, здесь у вас как-то вот проблема с тем, эээ, чтобы определиться, что вам важно, и, чего вы хотите. На мой взгляд, основная проблема заключается именно в этом. Да? Вот. Следующий момент. Эээ, с точки зрения психологии, можно сказать, эээ, что, вот, эээ, вроде бы вы хотите близких отношений, вроде бы вы хотите семьи, но, помимо того, о чем я уже упомянул, что вы пытаетесь, возможно, таким образом, компенсировать, вот, эээ, свое чувство, ну, незащищенности, свое чувство неопределенности. Помимо этого, эээ, то, что вы описываете, очень хорошо, эээ, подпадает под негативный сценарий поведения, когда у человека стоит внутренний запрет на создание семьи. Потому что, обратите внимание, вы, эээ, мужчину, фактически, оттолкнули тем, что заговорили с ним о, эээ, детях, о свадьбе, и так далее. Вот. И, и, на мой взгляд, это не случайно. Да? То есть, вы, как бы, вот, эээ, бессознательно делаете все, чтобы, эээ, у вас не было близких отношений. А лучший способ для этого, как раз таки, пойти в обамках. Поэтому, эээ, я бы нажил с того, чтобы, в первую очередь, прожить вам, эээ, помочь прожить вам, эээ, более обидно. Это первое. Да, просто вот, как чувство. Вы можете сделать это, в принципе, и сами, поговорив, эээ, с кем-нибудь адекватным, кто мог бы вас выслушать, кто мог бы, мог бы вас, эээ, поддержать, не, ну, не давить советами, не давить нотациями, а именно, вот, ну, просто поддержать. Просто, просто поддержать. Вас. Просто поддержать вас, просто, эээ, выслушать, просто разделить с вами вашу боль, и побыть с вами, как бы, рядом. Это первое. Второе, это определить с тем, вот то, что мне хочется, чего-то серьезного, чего-то серьезного, да? Это что? Вот то, что я хочу, чего-то серьезного, это про что? Ведь понимаете, в какой-то момент вы в отношениях начинаете решать свои проблемы. В какой-то момент вы в отношениях пытаетесь решать свои трудности, вы пытаетесь как бы в отношениях получить для себя то, что нужно вам. Вот, история, эта история не очень хорошая, эта история не очень хорошая, потому что как бы в отношениях люди находятся не для того, чтобы решать свои проблемы. А в отношениях люди находятся для того, чтобы что-то отдавать, понимаете, чтобы что-то отдавать, ну, другому человеку как бы. Вот. Понимаете, банк? О чем идет речь? И вот это, на мой взгляд, очень важно, как раз таки. На мой взгляд, это очень важно, очень важно, чтобы вы это увидели, чтобы вы увидели этот аспект, чтобы вы постарались на него, на этот аспект обратить самое свое пристальное внимание. Что вы, в какой-то момент, начали пытаться решать свои проблемы за счет отношений. Ну и, естественно, ничего хорошего из этого не получилось. Что, в общем, в принципе, нормально и так оно, ну, в принципе, всегда и бывает. Вот. И дело здесь не в вас, а дело здесь исключительно в системе построения, построения отношений. Вот. Поэтому здесь, я думаю, вам имеет смысл поисследовать вот то, что вам хочется чего-то серьезно. Вот. И, соответственно, уже тогда, когда вы это поисследуете и когда вы это поизучаете, уже можно будет, ну, можно будет, в принципе, о чем-то говорить. Да, то есть можно будет исследовать этот момент. Что вам хочется, что вам нужно. Вот. Что вы нуждаетесь и так далее. Вот. Сейчас, пока что, на данный момент, можно как-то вот сказать, что вы сами потерялись. Вот. Сейчас можно как-то сказать, что вы вот сами, возможно, не знаете чего хотите. Сейчас можно сказать, что у вас такая вот, ну, максимально богатая, что ли, как бы, какофония чувств сейчас. Сейчас. И я бы сказал, я бы сказал, что это нормально. Я бы не сказал, что в этом есть что-то ненормальное. Я бы не сказал, что в этом есть что-то такое вот неадекватное. Просто вам, мне кажется, нужно максимально разобраться в том, что вы хотите, как вы хотите и от кого, может быть, вы хотите. Потому что, потому что, по большому счету, по большому счету, вы просто, вот, вышли из отношений, которые вас устраивали все, кроме вот того, что, ну, мужчина не готов был создать семью. Вот. Вот и все. Понимаете? И здесь вопрос, это ваша ценность такая, да? То есть вы вот считаете, что нужно, именно нужно строить отношения для семьи, например. Или вот вы решаете какую-то свою проблему. И если первое не вызвало бы у вас такой реакции, да? Если бы первое не вызвало бы у вас таких чувств, таких эмоций, то второе как раз таки вызывает. И в этом, на мой взгляд, проблема. Проблема, повторюсь, не в том, что вы хотите семью. Проблема не в том, что вы хотите какой-то вот определенности, может быть, и так далее. Проблема не в этом. Проблема в том, как вы решаете этот вопрос. Проблема в том, что для вас это значит. Проблема в том, не подменяете ли вы понятия, да? Вот это является проблемой. И, наконец, последнее. Вы говорите о том, что вам с делом было хорошо. Вы говорите о том, что мужчина, как бы, ну, предпочитал, там, проводить время с вами, да? Вы говорите о том, что мужчина, что вам с мужчиной было хорошо, вот, и так далее. И вам не кажется, что вот то, что, в общем-то, было между вами, да? Не кажется ли вам, что это стало возможным именно благодаря тому, что человек не особо был нацелен на серьезные отношения? Понимаете? Вот не потому ли все это, что между вами было, стало возможным благодаря тому, от чего вы, собственно, убежали? И это вопрос, который нужно задать вам. Определиться с вашими приоритетами, определиться, что из этих приоритетов является способом решения вашей проблемы и, как бы, уже исходя из этого, да, выстраивать свою модель, свою стратегию поведения с человеком, да? Вот. Вот как-то так. Я бы здесь сказал. Расставание – это всегда травма, и травму нужно проживать, независимо от того, чем она вызвана. Но вам нужно разобраться в себе. Почему, уходя, расставаясь с человеком, вы ждете, что он напишет? Чувствуете ли вы, что вы были ненужны? Чувствуете ли вы, что вами и пользовались? Если так, то это проблема с самооценкой. Еще. Которую тоже нужно разбирать. Вот. Как-то так. Причем, обратите внимание, вы хотите услышать мнение со стороны. Вы не задаете вопрос, что тоже, в некотором смысле, оставляет какой-то плацдарм вам для маневра. Плацдарм для того, чтобы сказать, ну, я об этом не спрашивал, меня не это интересует. Вот. То есть, вы мнение со стороны хотите услышать по поводу чего. Понимаете? Вот и все. Умеете ли вы принимать людей? Умеете ли вы принимать их приоритеты? Умеете ли вы принимать их желания? От других. Или в какой-то момент вы начинаете думать только о себе? Понимаете? Семь штука. Это неплохо, что вы думаете только о себе. Ни в коем случае неплохо. Но свои проблемы нужно решать самостоятельно. Обычно, когда человеку хочется чего-то серьезного и следующий этап, да, обычно, это, бро, некоторое пробуксовывание жизни. Потому что в этом смысле что-то более серьезное у вас с мужчиной уже было. Да, не такое, как вы видели, не такое, как вы привыкли видеть. Но это концепция. Вам вот один из моих коллег сказал, почему вы не пишете сам. Самое, что вы обижены. Потому что вы в какой-то степени ждали и, наверное, ждете, что мужчина почувствует вину. Почувствует, что без вас он не может. Это такая манипулятивная немножечко модель поведения. и она так родом из вашей семьи. Нет, это не значит, что обязательно нужно работать с вашим детством и так далее. Нет. Это скорее означает лишь то, что нужно исследовать ваши потребности, исследовать ваше желание и чувство, выражать это без таких вот деструктивных элементов. ну, то есть, к примеру, вы хотите семью, допустим, супер, мужчина не готов. Бывало. Но у вас же есть то, что вы чувствуете именно к нему, к мужчине. Ну вот, если человек вам дорог, если вы говорите, что он добрый, действительно хорошо ко мне относится, вы же чего-то для него хотите, вот на этом и базируйте ваши отношения. Да, вы не сошлись сейчас. Да, у вас разный интерес. Ну, ищите себе мужчину тогда, который готов ну, как бы к семье, как вы. А с этим человеком общаетесь? Кто вам не дает? Но если для вас важно только то, что он очень добрый и хорошо относится к вам, то есть, вам важно, что он к вам хорошо относится, это, к сожалению, игнорирование того, как я отношусь. Это, к сожалению, походит на позицию, что вот, ко мне кто-то хорошо относится и поэтому я хочу с ним чего-то более серьезного. Чтобы это у меня было всегда. Это деструктивный путь. Потому что получается, что вы на человека здесь смотрите как на средство, а человек не средство. Человек это личность в первую очередь. Я уверен, что до какого-то момента вы воспринимали его и себя как личность. А потом что-то изменилось. Возможно, вы начали бояться его потерять и попытались его таким образом к себе привязать. я немного утрирую конечно сейчас. Я не говорю, что вы прям стремитесь его привязать. Но я говорю о том, что вы хотели как-то быть уверены в том, что этот человек будет с вами всегда. А так не бывает. Понимаете? на этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Удачи.